В Германии прошел протест против присуждения Джеффу Безосу, генеральному директору интернет-гиганта Амазон, престижной премии, церемония вручения которой состоялась в штаб-квартире медиакомпании Аксель Шпрингер. Пока политики и звезды поздравляли миллиардера с наградой, около 450 членов профсоюза Верди провели свою церемонию под пронзительный свист и бой барабанов у здания, где чествовали основатели Амазон. Это не проблема Германии, это международная проблема Амазона, которая хочет американизировать трудовые отношения по всему миру. А что значит эта американизация трудовых отношений? Это значит возврат 19 века среди 21-го. Профсоюз Верди регулярно проводит забастовки у центров Амазон по всей Германии, требуя поднять оплату труда складских рабочих в соответствии с условиями коллективного договора почтовых и розничных работников Германии. Члены профсоюза обвиняют гиганта интернет-торговли в стремлении стать глобальным монополистом, а также в регулярном уклонении от оплаты налогов. Эта компания стремится к олигополии. Да, возможно, она и конкурирует с Алибабой в Китае, но других конкурентов у них нет. Также Амазон регулярно уклоняется от уплаты налогов или платит минимальные суммы в сомнительных налоговых гаванях, для того, чтобы извлечь максимальную прибыль. Разве это ответственный подход? Конечно, нет. Глава социал-демократической партии Германии Андреа Налес также раскритиковал Амазон за уклонение от оплаты налогов и за условия труда складских рабочих. Кстати, Амазон регулярно отвергает требования профсоюза, ссылаясь на то, что они платят рабочим складов в соответствии с зарплатами в секторе логистики, а не в рознице. Нам необходимы налоги для того, чтобы развивать образование и инфраструктуру, а потому Джефф Безос, который регулярно уклоняется от оплаты налогов, должен получить ответ от Евросоюза. Мы требуем налог на онлайн-торговлю, он должен платить этот налог здесь, в Германии и по всей Европе, Польше, Испании и Италии. Добавлю, что Германия – это второй по размеру рынок для компании Амазона, потому Безосу рано или поздно придется договариваться с профсоюзами. Продолжение следует...